Всем привет! С вами Юлия Роджерс и сегодня мы начинаем прохождение новой игры под названием Ходячие мертвецы. Ну что ж, начнём. Так, начнём новую игру. Игра. Эпизод 1. Новый день. Игра состоит из пяти эпизодов. Озвучка английская, только русские субтитры, поэтому я буду стараться успевать их читать, но если что, вы будете останавливать там видео как-то читать сами, если я буду не успевать читать. Хотя мне надо будет успевать читать, потому что надо будет отвечать очень часто на то, что мне предлагается. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. То есть, если кто-то думает, что это игра полностью по сериалу, Ходячие мертвецы, то нет, это не так. Здесь всё будет зависеть именно от наших с вами действий, от тех решений, которые мы будем принимать. Ходячие мертвецы. Эпизод 1. Новый день. Мы будем играть вот за этого человека, его зовут Ли, и он главный герой нашей игры. Нас, видимо, везут в тюрьму. Итак, моё мнение, ты этого не делал. Зачем ты это говоришь? Знаешь, я отвёз в эту тюрьму уже кучу парней, бог знает сколько, и обычно к этому моменту я слышу, я этого не делал. И что ты отвечаешь? Я говорю, да, я знаю, что это не ты. Ты какой-то неинтересный. Так, мы можем осматриваться вокруг. Посмотрите в зеркало заднего вида, сейчас. Я осмотрюсь вокруг. Итак, смотрим. Я немного читал твоё дело, ты ведь из Мейкона, не так ли? Значит, ты тоже из Мейкона? Ага, в 70-е я приехал в Атланту, чтобы быть городским копом. Всегда хотел поработать над делом об убийстве, как эта сенаторская заварушка, в которой ты замешан. При всём уважении. В общем, это очень неприятно. В общем, как я поняла, мы убили кого-то. Чёрт возьми, когда-то вся семья была завсегдатыми аптеки. Я не успела, отлично. Его семья, они... Вроде бы у них есть аптека своя. Ну, вообще, то есть, нормальная такая приличная семья, а он чего-то убил кого-то. Так уж вышло. У меня племянник учится в университете Джорджии. Мы раньше работали в университете, там, преподавателем каким-то, по-моему. И так уж вышло, что мы кого-то убили. Хочешь знать моё мнение? У меня есть выбор? Конечно, нет. Он обратил на это внимание. Что тут обращать внимание? Я просто... Просто ответила. Хотя, может, ты просто женился не на той женщине? Или она вышла не за того парня? Что это за ответ? Замечены беспорядки. Всем офицерам быть готовым к нападениям. Всё больше звонков и сообщений из разных направлений. Что-то тут намечается у нас с вами. Разве это для себя не важно? Важно, но эта коробка никогда не затыкается. Если сидеть и внимательно слушать её, то можно свихнуться. Однажды я вёз одного парня, и он вёл себя хуже всех. Он без остановки твердил о том, что не делал этого. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами, за очками, которые носят умники. И он просто плакал и причитал, что это не он. Он ревел и хрепал прямо там, где ты сидишь. Взял, выключил. Через какое-то время он начал биться об спинку сидения, как суетливый ребёнок в самолёте. Я сказала ему, прекратить. И что я буду вынужд... А, что это собственность правительства, я буду вынужден его там вырубить. Ну, и он замолкает, исчерпав все свои аргументы. А потом начинает плакать за своей мамочкой. Мама! Всё, это большая ошибка! Это был не я! Как я передала его голос. А, так, это он сделал. Они поймали этого ублюдка с окровавленными руками. Он убил свою жену и резал её на части, когда ребята вошли в дверь. А потом сидел в моём машине и орал, как псих, что это не он. Думаю, он и сам в это верил. С кем не бывает. Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимают, что их жизнь окончена. О, у меня есть ещё одна хорошая история. Она не такая депрессивная, а более весёлая. Осторожно! А-а-а! Мы кого-то сбили. Чувак, вместо того, чтобы болтать, ты должен работать. Просто вези меня и молчи. Смотрел бы на дорогу. Этого бы не произошло. Итак, мы просыпаем. Мы ещё живы. Это радует. Мы свалились из-за этого человека, который нас вёз. Не поймёшь, куда? Слава богу, хотя бы что мы ещё живы. Это всё-таки нас радует. Мы просыпаемся очень медленно, открываем глаза. Естественно, медленно, потому что мы столько падали. Вообще, по сути, мы не могли выжить. Ай, ох, чёрт! У нас что-то с ногой пить охота. О-о-о-о-ох. Да, у нас, как бы, нога сломана. Или что, ну, в общем, повреждена нога. Очень не круто, когда тут начинается зомби-апокалипсис. Осмотрите с помощью мыши. Найдите способ выбраться из машины. Хорошо? Эй! Эй! Офицер, вы в порядке? Я до сих пор наручник. Да, конечно, по нему же видно, что он абсолютно в порядке. Его уже сожрали миллион раз, а ты спрашиваешь, в порядке ли он? Так, во! Отлично, мы можем выбить стекло. Бей его. Давай. Сильнее! Да! Мы это сделали, и мы можем выбрать... А, нажмите клавишу W. Хорошо. А, блин, я не то нажимаю. Так, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Подползая, подползая, подползая. Все. Выбирайся из машины. Да, в наручниках довольно легко. Еще и с ногой проблемы. Фига, вот мы свалились с такого обрыва, и остались живы. Нам повезло. Да, аккуратней надо быть. Так, идем вперед. Тихо, тихо, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ли, вперед, 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 еще немножечко вперед. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Так, у нас тут есть дробовик. Я думаю, в такой ситуации, как сейчас, дробовик нам очень пригодится. Мы должны его взять. В нем нет патронов, конечно. Будет легче нести его без наручников. Я понимаю, что легче, конечно. Так, патрон. На всякий случай, мы все-таки возьмем патрон. Да, весьма неудобно в наручниках брать патрон, но... Еще эта нога... Так, пойдем, сходим к этому милейшему человеку, который лежит. И абсолютно не видно по нему, что он какой-то уже ненормальный. Нет. Абсолютно нормальный человек выглядит. Просто спит. Так, мы нашли свою цель. Ключики, ключики. Открывай наручники. Давай, 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 давай. Ну что ты за криворукий идиот? Ну блин. Давай, бери, 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 бери. Бери, бери, аккуратно, 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 аккуратно. А, да, мы это сделали. Так, ты так открывайся. Только не роняй больше. Так, отлично. Второй. Сейчас наши руки будут свободны. Так, все, хорошо. От наручников мы избавились. Тоже все. Эй, офицер. А, что ты делаешь, скотина? Нет, 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 нет. Назад, 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 назад. Какого хера? Действительно. Что происходит? Так, отвали от меня. Да, это очень поможет, конечно. Так вот он взял и отвалил тебя. Бери, 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 бери. Бери, бери, вставляй патрон скорее. Ну, 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 а, криворукая скотина, что ж ты делаешь-то, ну? На, бери, 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 бери. Быстрее. Он ползет к нам, он ползет к нам. Давай, 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 не заставляй меня тут делать. Я это сделаю. О, да. Все. Все. Отлично. Я... Я сразу же убила копа. Вот прям вот так вот сразу. В самом начале игры. Мы стали убийцами. Ну, мы и были ими, конечно. Полицейские. Его кожа сгнила. Он воняет, как дерьмо. Что это с ним, черт возьми? Давай, так. Куда нам? Ой, там девочка, девочка. Стой, помоги. Позови кого-нибудь. Здесь... Здесь стреляют. Я стреляю. Да. Так. Так. Что-то... Что-то... Что-то происходит. Кто там? У-ё... 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 Сваливай, сваливай, сваливай. Давай, 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 давай. Давай, милый, милый, милый. Милый... Ну, что за идиот? Под ноги надо смотреть, хоть иногда. Офигеть. Ребята, откуда у вас столько? Вот так вот, если подумать, да, они превратились в зомби. Что они все делали в лесу? Такая толпища грибники по грибы пошли, и там их настигла эта участь превращения в зомби? Весьма странно. Так, мы перебрались, мы в чей-то двор забрались. Отлично, мы еще сейчас проникнем на чужую территорию. Так, пока что они, видимо, они тупые, они к нам не попадут. Нет, нет, красавчик на переднем плане сейчас был. Так, фу, отлично. Фу, да. Мы оказались в новом, неизведанном пространстве. Эй, есть кто-нибудь? Давайте осмотримся. Чайный сервис. Что ж, в такой ситуации только чайка и не хватает как раз. Я бы не отказался наполнить одну из этих чашечек бурбоном. Нет. О чем ты? Какой бурбон? Так. Нет лестницы. В любом случае я туда не поднимусь. Такой ногой уж точно. Так. Есть какое-то еще действие. Мы можем что-то поговорить. Наверху кто-нибудь есть? Да. Видимо, никого нет. Но это и видно вообще. Почему нас никто не встречает? Мы тут идем. Какие негостеприимные люди. Даже не встречают. Хорошо. Хорошо. Если вы не вышли нам навстречу, тогда мы сами проникнем в ваш дом. Я же говорила, мы незаконно сейчас проникнем в чей-нибудь дом. По-любому. Так. Стеклянная дверь. Привет. Есть кто дома? Мне нужна небольшая помощь. Я маленькая помощь. Просто там нога почти пополам. Но ничего. Так. Разберяйте стеклянную дверь. Мы можем ее открыть. Да. Давай. Так. Я вхожу. Не стреляйте. Ладно? Я просто вхожу в чужой дом. Зачем стрелять, да? Так. Ай! Бля! Эй! Я не грабитель. Кстати, в этой игре, думаю, очень много матов у нас. И не один из них. Похоже, этим людям нужна помощь больше, чем мне. По-моему, людям, у которых есть дом, помощь абсолютно не нужна. А вот тебе нужна раскраска. Пони! Вау! Круто! Я так никогда не рисовала. И никогда не буду закрисовать. Печально. Так. Лужа крови. Возможно, это опять что-то из томатов. Какой идиот! Но почему? Почему он что-то роняет? Або что-то спотыкается? Подскальзывается? Ты под ноги можешь смотреть? Вот. Прямо осмотрел, что лужа крови. Нет. Пошел прям по ней. Стакан с водой. Не пей. А вдруг там что-то плохое намешано. Ох. Я, конечно, понимаю, что пить охоту. Но я бы не стала в чужом доме ничего пить. Так. Что у нас тут? Тут абсолютно что-то бесполезное. Отлично. Мы еще и роемся в чужих вещах. В чужом доме мы нашли рацию. Возможно, она нам пригодится в будущем. Так. Ящик. Какие-то коробочки. Тут у нас что? Вообще пусто. Странная записка. Дом маршалов. Это индекс саванны, но такого рода записки оставляют няням. Значит, в этом доме есть ребенок. Или был. Ничего. Какие-то вареницы. У вас три новых сообщения. Ну, не у нас, а у хозяев этого дома. Но раз мы уже здесь, то они будут нашими. В общем, тут вообще ничего полезного, кроме рации мы не нашли. Обходи лужу, идиот. Вот, отлично. Так. Сообщения. Давайте послушаем, что у нас там есть. Три новых сообщения. Сообщение первое. Оставлено в 17.43. Привет, Сандра. Это Диана. Мы все еще в саванне. У Эда произошел небольшой инцидент с одним из... Возле отеля. Так что нам пришлось отвезти его в больницу на обследование. В общем, он недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы ехать сегодня назад. Так что мы останемся еще на один день. Большое тебе спасибо за то, что присматриваешь за Клементиной. И я обещаю, мы вернемся до твоих весенних каникул. Сообщение второе. Оставлено в 23.19. Боже мой, ну наконец-то. Я не знаю, пыталась ли ты связаться с нами. Ни один звонок не проходит. Они не позволяют нам уехать. И ничего не говорят об Атланте. Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте вместе с Клементиной из города. В Мариэтту. Мне нужно вернуться в больницу. Пожалуйста, дайте мне знать, все ли у вас нормально. Сообщение третье. Оставлено в 6.51. Клементина! Детка! Если ты это слышишь, то позвони в полицию. Номер 911. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мы любим тебя. Мне кажется, в общем... Так, это вот эта вот семья. Мне кажется, родители этой девочки уже давно мертвы. Папочка? Опа. Что? Алло. Алло. Тебе нужно быть тише. Окей. Я не монстр. Хорошо. Действительно. Как тебя зовут? Я Клементина. Это мой дом. Это та самая Клементина, которая осталась с няней. Привет, Клементина. Меня зовут Ли. Где твои родители? В саванне. Они уехали в путешествие и оставили меня с Сандрой. Они в саванне, кажется. Ну, там, где лодки. Ты в безопасности? Я на улице, я на улице, в домике на дереве. Они не могут сюда залезть. Но. Видишь? Ты видишь меня? Я вижу тебя через окно. Да. А! А! Блин! Нет, нет, нет. А! Блин, блин! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ка-ку-ку-ку-ку! И! Да! Фух. А! Нафиг! Нельзя же так людей... Ну, идёрт! Ну, иди-о! Иди-о! Ну, что за идёрт! Где она? Где она? Я её вижу. Вот. Я её вижу. Пни её! Да! Давай, давай, давай А, сволочь такая Так, так, бей её Клевентина, помоги мне У неё молоток есть, походу Отстань от меня Отстань от меня, ты некрасивая Нет, нет, нет Какая страшная женщина Видимо, это няня Няня этой девочки Так, бери, 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 бери Спасибо, Клевентина Так, да Давай, мочи, мочи Мочи, разморжи её мозги полностью Давай, давай Давай А, молоток застрял в глазу Красивая Была, наверное Сейчас ещё красивее стала Да Блин Оладушка Привет О, да Ты убил её? Я знаю Думаю, да Иногда они возвращаются Ты уже убивала их? Нет, но в них многие стреляют Ты была одна всё это время? Ага Я хочу, чтобы мои родители вернулись домой Знаешь, я думаю, что это займет некоторое время О, слушай Я не знаю, что произошло Но пока я буду присматривать за тобой О, как это мило Что нам теперь делать? Поищем помощь, пока не стемнело Хорошо Вы решили, что днём безопаснее? Я всё-таки думаю, да Днём безопаснее Ночью... Нет Ночью не очень Пойдём, держись со мной Рядом Так Отлично Мы вышли на улицу Очень Наверное, очень плохое решение Бета, иди Но Выбора у нас нет В принципе, куда ты так погнала? Слушай, у меня нога Ты так погнала вообще Я танцую, и я танцую Меня драгает Плечами Ладно Так Ищем, куда нам идти Нам идти Нам идти вот сюда Думаю, надо следовать за девочкой Ворота Какие-то парни машину толкают Блин С такими успехами Я никогда не попаду домой Вот этот стой Сакс В чём дело? Не остаться? Что? Я не хочу сегодня ночью спать в домике на дереве Но я не знаю, следует ли уходить Что если мои родители вернутся? Девочка, что-то не подсказывает Твои родители никогда не вернутся Я не оставлю тебя одну Оооо Два Давай найдём безопасное место Да, это хорошая идея Эй, ребят, твою мать, не ешь нас Мы вас не съедим Не волнуйся Я на секунду подумал Что-то с малышкой собираетесь нас хавать Что вы делаете? Пытаюсь попасть домой Это место просто ужасно Вы пытаетесь выбраться отсюда? Думаю, да Эти твари тут повсюду Я ещё нигде не видел таких ужасов Как тут Разве что в центре Атланты В 15 милях отсюда Я Шон Шон Грин Бонд Джеймс Бонд Да Так Нам не следует находиться на открытом месте Давай ты поможешь нам расчистить дорогу А мы вытащим тебя с дочерью отсюда И отвезём на ферму моей семьи Там безопасно Я не её отец Я Сиделка Просто прохожий Я сиделка Ну, типа няня Её родителей нет в городе Давайте собираться Да Что-то не так? Я Да не волнуйся Монстры приближаются Мы должны идти Да, думаю, стоит идти Так, сейчас Сейчас я помогу вам, ребята Стоп Толкай Давай Давай, тушься, толкай Тушься Нормально, у меня там нога Нога Они меня ещё толкать заставляют Давай, давай, давай Давай, Клементина Тебя-то помощь вообще так много Так Так Всё, всё Да Быстро, 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 быстро Быстро Вылети нафиг, ребята Всё Всё На месте родителей я бы повысил тебе зарплату Да Учитывая то, что я у них даже не работал Я предлагаю пока на сегодня на этом закончить Надеюсь, вам понравился этот выпуск Не забываем оставлять свои комментарии, пожелания Ставить палец вверх Подписываться на наш канал на YouTube И вступать в нашу группу ВКонтакте Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok